Не, если байкеры уйдут, вообще таскадут, это понятно Нет, это аутмаксы Нихера себе Понял, он его вылетит Чё, давайте тогда одни боец Свата и... Во-во-во, аккуратно, аккуратно Он без оружия Блэк, выйди из машины Сотрудник Свата полетит? Да Ну давай садись, полетели Мы на другом металёте лучше вылетим Окей Мы чё-то там рядом УП Ох Это кто-то тут Чё-то там Совсем ледо Да, вы опять превышали, так скоро что вас так думаю Не превышал я только с горожавых Здесь от горожавых вообще совсем ничего можно 300 жарат я понимаю что вы считаете над дурачками когда легковая машина сносит на бешеной скорости может и работа заносит и так далее уже видите что я пытался и взять объект то что вы пытались то что вы пытались то что вы пытались исправить нас стою сколько еще а то что вы его допустили я пытался избежать при этом учитывая может мы у вас полетим туда проверим потом вы сядете мы сейчас тоже покружим вы не сразу здесь выйдете шерифы внимание кадиллак черный подъехал пройдемте гражданин уже предупреждали смотри чтобы все вы не нашли ФБР, это вы подъехали? ФБР есть на частоте? Там человек за домом ходит. С оружием. Да, с оружием. Открывай огонь. Не надо огонь. Ждать. Патрули есть на частоте? Так точно. На метку шерифов, срочно. Может, я просто тихонько пойду свою дорогу, чтобы планы не мешать? С машины скрочите и задержите. Патрули вы? С этой стороны, с классной стороны, задержите. Патрули выключатся. Ещё раз! ФБР есть на частоте? Хотите петь? Патрули выключить. Блэк, давай с этого угла припромить. Я здесь сейчас держусь. Уезжай. Остановите, Кадилларк патруль. Едем за кадиллазом? Вы персид забыли Вам дико везёт Ещё раз и будет КТЗ Реально большой геморроз А, да это ФБР и есть Приём Останови-ка их У нас с паром Взлоплись А, уже остановил подходы Это ФБР Это Олдейт Выходите Рыками Что такое? Жанин Я раскушен Добрый день Да Добрый день Какой цель Как минимум вы нарушили правила дорожного движения и езда по бездорожью И что, а у меня машина позволяет, где это правило написано? Если вы не в курсе правил ПДД, это уже исключительно ваши проблемы ПДД, да Вы хотите сказать, что если мне машина позволяет, то я не могу ездить по бездорожью? Или как вы это воспринимали? Вы Можете ездить И это моя частая собственность, то есть я могу не находить, я не обязан не находить Может быть он? Вы Мне просто объясните, вы говорите езда по бездорожью Вы Заходились Сейчас За дом Послушал даже А что? А зачем? Вам показалось, что вы были сооружены Ну вам показалось Гражданин Вам показалось Это законные требования сотрудничества Вы 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 Сказали Я сказал Вы Это Это просьба Я вам отказал Ваши просьбы Это сейчас законные требования сотрудничества А что я нарушил? Вам уже повторили Что я нарушил? Blackstone Пробей пожалуйста регистрацию автомобиля Что вы мне отнести? Для своей же безопасности Для своей же Вот правильно То есть вы не хотите ходить? Нет А я ничего не нарушил Что я нарушил? ФБР и Иван Балдыга Что я нарушил? Когда вы в курсе, что ваша работа Она вообще не регламентирована никакими документами И вы уже второй раз нападаете в такую провокационную ситуацию А что я сделал? Я просто понять не могу Иван, хотите нормально пообщаться? Выйдите и пообщайтесь Что вы сейчас пытаетесь справа почувствовать? А что вы просто действуете? Я сейчас разговариваю Как в нормальном адекватном человеке Хорошо, допустим Допустим Почему не на частоте? Мы прошли У меня нет на вашей частоте Я не с вами Как бы если вы не заметили Я как бы нахожусь с вами в одной и той же синеве Но у нас не объединенная частота Я понимаю Все ваши сотрудники в курсе нашей частоты? Я не со своими сотрудниками Так как у сотрудников сейчас спецоперация И я не нахожусь Спецоперация закончилась? Ну, блин Меня не отвестили То есть, вы хотите сказать, что Любой машине можно летать по горам Здесь вообще пофигу на правил дорожного движения А что я нарушил в правилах дорожного движения? Езда почитать? А что здесь такого? Машина позволяет Почему бы и нет Вот Ну просто я вот понять не могу Любая машина позволяет ездить Машина позволяет ездить Машина позволяет ездить О, бля О, бля Ты чё, не умеешь Бля Ребят, соберите Вот это я позволю взять Смотрите Объясните мне Тех, кто по безопасности Именно ваша Моя Ну, я, может, не хочу ее соблюдать Это же моя Это рекомендация Вы можете не хотеть соблюдать скоростной режим Это рекомендация Вы можете не хотеть соблюдать ношение оружия Вы можете вообще не хотеть соблюдать законы Но это исключительно ваше желание Но оно в обществе не работает Вы находитесь, между прочим, в правовом государстве Где прописаны свои законы Давайте Хорошо Правовые законы Закон есть о том, чтобы ездить дату бездорожья? Предоставьте мне, пожалуйста Если вы прямо сейчас мне Говорите о том Плюс к ним табличку И доставьте мне его, пожалуйста Запрещено движение ТС Раздел третий Вообще Знаете законы наши? Правила дорожного движения Раздел три Смотрите Нет? Можете написать Тот третий Тот второй Хорошо Раздел третий Гражданин Гражданин Вы являетесь сотрудником ФБР Это халкан что ли? Мне большие вопросы к вам Как Если вы не знаете Сами законы Что вы устраиваете Весь этот цирк Вы просто устраиваете Весь этот цирк Провокация Ну как бы если ваша работа устраивать Провокации Ну хорошо В следующий раз Вас просто депутатские машины Класят на руганал И все Хорошо Я же не против Не ну Вы не против Мы не мы Мы не хотим Устраивать какую то Дикость Но вы просто ведете себя Провокационно К чему это мне не понятно Но вы его не прощаете Это взял Не халкан Можно прошли Хорошо Выпишите мне штраф Я согласен Только что Только что Никто вам сейчас Не будет выписывать штраф Но я очень хочу Чтобы все таки ФБР занималась Какой то своей работой Потому что я не понимаю Что вы делаете Я вот с вами у меня уже Второй или третий контакт И происходит опять Какая то абсолютная чушь Я не вижу ни одного документа Который регламентирует вашу работу Я не понимаю чем вы занимаетесь Я не понимаю цирка Который вы устраиваете Когда вас останавливают Законами Что еще раз Мы полиция или нет? Вы наверное да А вы ФБР У вас документы А вы кто? Я федеральное бюро расследования Где это написано Что федеральное бюро расследования Это за секретченная информация Вместо губернатора За секретченная информация Что я трахаюсь с Анжелиной Джоли дальше Правильно Ну Хорошо Ну какой то указ Это должен быть все таки Для вашей деятельности Наверное быть должен Но это не мои Ну потому что сейчас Я вижу то Что вы беспределите Я стой Подождите Я защитился с губернатором Можете И он дает Нам все эти выписки Которые у него находятся Нет Это за секретченная информация Какая за секретченная информация Вы обычный шериф А вы обычный граждан Я обычный граждан Хорошо Ну а какая что то Я А почему вы продолжаете Движение Или нет Или задержан Давайте Хорошо Я готов его оплатить В размере Пожалуйста 30 тысяч Далее Разверните Пожалуйста В машине Лицом Зачем Выпишите мне просто квитанцию Я ее оплачу Прямо сейчас Либо выдайте мне квитанцию Я ее Следующим оплачу Квитанция так не оплачивается Интересно у вас В смысле Вы вообще На этом острове как бы Находитесь Для этого Ну я думаю Можно было просто Выписать мне квитанцию Я бы ее оплатил Мы Сделаем это На месяц Ну хорошо Видеозаписи все Шериф Можете оставить себе Первое Смотрите Есть определенные моменты Которые Шериф Ну Куда прилетите Или Тихо То есть Вы Имеете право Нарушать Прямо при сотруднике Полиции Хорошо Я понял Почему ваш сотрудник Не знает правил дорожного движения Я спрашиваю Просто вопрос Завтра приедете Вот И мы все тогда обсудим Мы сейчас обсуждаем Как раз Потому что Многих У меня времени на вас нет Да Да На вас вообще никакой информации нет Не кричите Чериф Указания нет Я сейчас вижу вооруженного человека Я еще раз говорю Субординацию Вы на меня голос не поднимайте Субординацию Шериф Саблюдайте Еще раз говорю А тут Более Вы мне не угрожаете Я еще раз говорю Я с человеком в данный момент общаюсь Я сейчас вас арестую За неподчинение Арестуйте Я еще раз говорю я еще раз говорю помолчите не позвали представьте уважаемый представить машину это приказ представьте приказ от кого а может быть сотрудника конечно где у вас какие вас права что вы имеете право отдавать приказ вот хорошо приятно у нас просто нет у нас несколько вопросов почему я объясню вот чтобы чтобы не кричали до чтобы не произошло как вот конфликт я прошу так мы задались вопросы почему так сказать на официальном госпортале мы не видели чего фб хотя раньше это было посмотрите предыдущая группа это я не буду скрывать всем известно было ликвидировано уничтожено банформирование поговорю поясню ситуацию за наш отдел да и отряд который прибыль мы не будем публиковать на госпортале из деятельность до деятельности так всем понятно всем известно чем занимается федеральное бюро расследования и субординации иерархия всем известно где мы что мы живем и чем мы занимаемся правильно вы не был поведен человек вы все прекрасно понимаете поэтому излишнее выставлять на обозрение определенный смотри шерих не перебивать определенную деятельность и момент просто еще не располагал для того чтобы мы запросили чтобы прибыли в офис к нам и мы пообщались с вами у нас ряд вопросов вам тоже имеются естественно по рабочим моментам которые мы озвучим вам но я могу сейчас про и сейчас у нас времени на это нету завтра вечернее время если естественно у вас тоже время будет подъезжайте к нам и мы деликатно все обсудим и огромная просьба шриф пусть ваши сотрудники соблюдают субординацию потому что мы не будем терпеть и не знаю как ведущая группа до работала мы всегда идем то есть на контакт и работаем с уважением и уважительное когда в нашу сторону до имеется но при этом субординация должна соблюдаться если ваши сотрудники не знают чем занимается фбр по юрисдикции это их субболичная проблема но они не будут работать в госорганах вот и все марки смотрите сейчас объясню немножечко в любой мы же вроде как сша да смысле вы работаете знаете где в сша я просто задаю вопрос они такие глупые до очевидный вопрос так вот возьмем любой сша потому что церва уж не пбр все прописано и посмотрите у вас даже есть офис все знают нет нет мы знаем чем мы занимаемся просто вы сейчас пример причем цру цру это другая деятельность у него подождите мы сейчас уходим от тема немножко я шел к тому что акте зируйте у нас времени нет хорошо конкретизирует хотя бы какие-то обязанности хотя бы мелкие немытью я я понял это бесполезно сворачиваемся так они отставить что значит сворачиваемся кто этот шериф по званию вообще-то я являюсь во-первых во вторых я еще раз говорю я еще раз говорю я с человеком общаюсь вы как разговариваете я разговариваю точно так же как разговаривал ваш сотрудник я говорю субординацию соблюдайте еще разговариваю у меня терпение не безграничное уважаемый вы меня не слышите вы можете машину включать сколько угодно вы меня не слышите сейчас арестуем вас еще раз говорю я разговариваю проводите арест проводите арест марка смотрите почему вот я спросил именно директора потому что сотрудник он очень нагло себя вел соответственно видеозапись мы покажем если вам вас интересует это гава человек человек разговаривал ну как-то с высока что очень микро начин с высока я вам завтра видеозапись предоставлю вы все поймете я не считаю сейчас пройдете со мной буквально метров 7 переговорим он до конечного пассива вот так всегда ты может будешь на изготовке на всех случаях или нет прикалываясь что ли или как я но прикалываюсь до остается сотрудниками как бы мы все здесь не дай бог сейчас кто-нибудь начнется лет по нам ты не готов где специалист по нештатную ситуацию а тренер наперед что может из них могу поговорить с шерифами да не ребят у нас никогда не было никаких терок мы начались нормально но только что жире то что не ребят ну сейчас уже на нервах не придирать что вы тоже поймите пожалуйста когда ваш сотрудник вот уже третий раз просто ведете в наглую наглую в открытую нарушает ничего не боясь не парить не подчиняется никаким требования шриф вы начальник я начальник шериф ну как бы понимаешь разговаривал да послушайте меня три нами не надо давай что-то и засушаем человека мы поймем но это понимаешь это будет просто это моя душа ведем некорректно ты понимаешь ну что не конечаемся и ты как бы что не карина что я не вставляю свои я просто хочу сказать что что ты можешь повлиять на это скажи мне хочу услышать ты можешь свое вставить что-то нет да я с ним начал расслабить не хочешь вот может с человеком давай хорошо а дальше что-то изменится объяснение да может изменить сейчас ну давай ударить ребят нормальному хорошо давай смотри конечно как он обращаться кредит можно просто кредит я рай очень приятно взаимно смотрите ситуация такая да сотрудник ведет себя некорректным возможно не исключено как бы тоже можем поговорить с ним об этом но есть такая ситуация как я уже говорю я специалист по внештатным ситуациям и возможно он не стал вам говорить почему да как куда и возможно он торопился возможно у него было важное дело возможно даже не важно дело но суть в том то что что вот он нарушил пдд какая прохлад для ушей 1 пдд просто в какая ситуация была чтобы вам было понятно только что была перестрелка в которой участвовали вы она была совсем рядом здесь здесь произошло дтп в нас летела машина рядом за домом останавливается черная машина черный джип из машины выходит человек с оружием заходит за дом мы занимаем позиции приезжает сюда патруль полиции черная машина угоняет в гору после этого ее тормозят вот на этом самом месте где мы с вами сейчас стоим подъезжаем мы ну и потом очень милое общение от вашего сотрудника что я нарушил что я сделал кто такие что как ну как бы ему было сказано статья ему все было сказано всего просто просили показать документ если бы даже хоть как-то он себя повел бы адекватно просто сказал что ребят извините тут домой заезжал и так далее к нему бы вообще никаких вопросов но когда человек в открытую нарушает не выходит из затонированного автомобиля не идет никак на контакт и реально ведет себя провокационно ну а какую реакцию ожидаете что полиция будет просто вот так вот брать отпускать и говорите все вы свободно вы можете чем на проблесковым маячком или через метровую щель показываете свою разную вечер на очень хорошо это я не на отличный пускал вот так скажу тебя но у нас тоже есть работаю с которой мы вот началась перестрелка он уже понимает что он как человек из госорганов он должен предотвратить эту перестрелку во-первых во сделать так чтобы не пострадали гражданские ни в чем не по вине люди он принял действие остановился посмотреть что к чему кто стреляется возможно помочь пд или другим структурам как бы вы видели что машина как бы у нас понятно как опять же определить можно на нашу машину да нет мы мы вообще прежде чем останавливать машину мы долгое время пытались выйти на чистоту до этого у вас были сотрудники на нашей чистоте мы вас вызывали узнать ваш ли это сотрудник или нет никого на чистоте нет непонятно вообще что случилось может быть вас положили машину забрали вообще не ясно просто этого вы были на чистоте когда была перестрелка после этого вас на чистое ну да конечно от вас от вас же было когда мы на мете это было буквально там минут за 5 до 10 до этих событий мы вас вызываем на чистоту вы не отвечаете черная машина по приметам похоже на ваш люди внутри на контакт не идут да черт знает что это хотя бы человек из вас если вы был бы на чистоте мы просто задали вопрос ребят кадиллак ваш все мы вообще бы никак не вмешивали и до этого не стараемся не вмешиваться с моря как бы вы делали это сказать все по закону все правильно и главной тези собственно вообще никаких нету но мы люди подневольные также как и вы может быть и не знаю поэтому главное сейчас решить чтобы как это понятно нет мне просто хочется узнать ситуацию он вам как бы не сграя вот вансы бы нет сам не листил мы узнали то что мы собер мы пробили номера автомобиля по базе автомобиль зарегистрирован на госслужбу все после этого ему было сказано по поводу того что не может ехать он решил разобраться дальше такое нет у него был черный делал а скалы до которые большие новые просто я еще раз говорю если бы хотя бы какая-то попытка контакта была бы вообще бы вопросов не было если эта проверка то как себя ведет полиция с вашей стороны то полиция в этим в этом случае и должна вести себя жестко когда госмашина с непонятными людьми внутри ведет себя неадекватно контакт идти не хочет уходить не хочет если ваши машины вот так будут раскатывать бандиты ну то есть всякое бывает согласить сколько сейчас полицейских машин отбита да я же вам сразу сказал вы сделали свою работу на отлично ну вот что в том то и вопрос и как бы конфликтовать ты не хочет то есть мы не мы не собираемся там качать права еще что но то хотя бы понимаете самое главное мы как бы не сват да это это самое главное то есть вы делаете свою работу мы делаем свою вы делаете на отлично и к вам претензий никаких нет вообще то есть принципе дальнейшее уже зависит от других лиц не от нас скажем так да это все понятно тут вопросов нет а а бывают такие ситуации что наш человек даже может быть одет по гражданскому и возможно не бог хотеть чтобы кто-то понимал что машина и знаю опять же надо еще будет да я с вами согласен я прекрасно видел когда когда ваш человек переодевался и кричал при посторонних людях мусора пидорас и и на это не реагировалась потому что четко понималось что естественно он это кричит не не из-за того что ну что это была определенная спецоперация поэтому как бы на это на такие вещи не реагируют но вот похожие ситуации ну если эта проверка ну как бы тогда окей проверку если это просто ну как бы такая честно скажу без оскорблений дешевая провокация но она очень дешевая вот прям очень дешево если честно скажу нам это неизвестно как бы мы в этом не замешанного так что у нас скажем есть так сказать главный и важнее в самом деле никакой провокации не было зачем нам вас провоцировать мы делаем одно дело ну ладно все доброе счастливо так я заводил давай зору